Привет, друзья! Сегодня вы будете со мной собираться. Я делаю самый обычный пин-ап макияж, который я делаю регулярно. Так, сначала я беру тональное средство Revlon 24 часа Color Stay, оттенка Ivory. И так как это средство слишком светлое для меня, я сейчас буду его смешивать с другим. Дальше я беру тональный крем Artvisage, тональный крем устойчивый с увлажняющим комплексом, оттенка 203. Я его еще не пробовала, это будет первый раз, когда я его пробую. Я его немножко смешиваю с Revlon. Я надеюсь, что вместе они дадут идеальный для меня цвет и консистенция, мне уже нравится. Да, я бы сказала, что цвет то, что надо, покрытие довольно хорошее, они вместе дают. Да, в целом вместе они вполне неплохие. Дальше я беру корректор Art Deco, оттенка 15, это мой самый светлый корректор, вы про него уже наслышаны. И наношу его под глазки и везде, где нужна какая-то коррекция. Так, с корректором тоже разобрались. Теперь база под тени, конечно же, Art Deco. Теперь у нас есть кое-какая новинка. Это Art Visage рассыпчатая пудра, оттенка 01. Я слышала про нее восторженнейшие отзывы. И ее я вчера опробовала, и, честно говоря, пришла в некоторый восторг. Так что я ей сейчас закреплю макияж. Восторг я от нее пришла, потому что она максимально матирует. И вчера у меня, ну так, из серии, я встречалась с подружками. То есть у меня был довольно простой макияж. И тональный крем я взяла, который я особо не люблю. Но он лежит, как бы, он лежит, но не лучшим образом. И когда я нанесла поверх эту пудру, я поняла, что благодаря ней даже не очень хороший тональный крем стал смотреться довольно хорошо. Чем я была очень удивлена, потому что обычно пудра этого не делает. То есть она матирует и все. Это и матирует, и, честно говоря, на вид делает тональный крем симпатичнее. Вот сейчас я наношу, и прям мне кажется, что она выравнивает тон кожи. В общем, очень-очень хорошая пудра. И плюс она сохраняет мою кожу матовой дольше, чем какая-либо другая. Поэтому я вот пользуюсь ее второй раз, но пока ей очень-очень довольна. Дальше я беру палетку Essence Sun Club оттенка 02 Long Beach. Из нее я беру вот этот светло-коричневый цвет. Палетка очень неоднозначная. Есть очень хорошие тени, а есть очень плохие. Но вот этот вот коричневый мне очень нравится. Он такой не слишком яркий, и поэтому это идеальная цель для того, чтобы внести в складку между веком. Между веками, куда я, собственно, сейчас ее и наношу. Его, их тени наношу. Мне нужно осваивать те видео, где человек молча все делает, а сверху накладывает музыку. Мне кажется, что это будет оптимальный вариант. Этих же теней немножко на нижний век. Дальше я беру гелевые тени Ninel. Оттенок не сохранен, но тени прекрасные. Они такие оттенка шампанского, очень симпатичные. Наношу их на подвижные века. Сверху я наношу пигмент Essence оттенка Pure Love. Это очень красивый цвет. Он мерцающий такой цвет розового золота. И вот вместе эти двое теней, мне кажется, дают абсолютно идеальное сочетание. То есть веки просто мерцают. Смотрите, как они мерцают. Снова беру палетку. Беру более темный коричневый цвет. Наношу его во внутренний уголок верхнего века. Немножко на нижний век. Теперь я беру большую чистую кисточку и все это растушевываю. Теперь тени Max Factor Wicked White. Это, собственно, белые тени. И их я наношу в качестве хайлайтера под бровь и во внутренний уголок глаза. Сейчас, когда у меня кожа довольно светлая, все остальные, даже вот тени оттенка шампанского, смотрятся очень желтовато на моей коже. И единственный цвет, который я могу использовать как хайлайтер, это вот этот, собственно, белый. Теперь я беру черный карандаш Revlon. Мне кажется, так называется Black. Я его очень люблю. И наношу его на нижний века. Я буквально чуть-чуть дотрагиваюсь до века, чтобы был совсем небольшой. Небольшая подводка. Ох, как это сказать? Что со мной не так? Я, видимо, просто очень хочу есть. Вот, то есть мы совсем чуть-чуть подводим. Вот, что я все это время пыталась вам сказать. Еще одна новая вещь, которую я пробую в первый раз, это жидкая подводка, опять же, Artvisage. Да, они несколько меня побаловали. Так что теперь у меня есть довольно много их продуктов, которые я с удовольствием буду использовать. Итак, это жидкая подводка. Она черная. У меня уже была такая жидкая подводка, и она мне абсолютно нравилась. Так что я была очень рада получить ее снова. Точнее, на этот раз получить ее просто. Так, ладно. Я рисую стрелки. Да, качество осталось таким же, как я его помню несколько лет назад. Очень хорошая подводка. Очень пигментированная. Очень хороший цвет. Такой яркий черный. Кисточка удобная. В общем, все как надо. Так, подводка по-прежнему классная. Я очень-очень ей довольна. Теперь ресницы. Точнее, подождите. Я сейчас подожду, пока она высохнет, и тогда будут вам ресницы. Пока она сохнет, я беру румяна от Rimmel, оттенка 080 Bronze. Это очень светлые румяна. И так как у меня сейчас довольно светлая кожа, мы их с вами будем сейчас использовать как контуринг. Потому что, в принципе, это румяна. Но так и не называется Bronze. Их можно использовать как бронзер. И так. Точнее, по крайней мере, я очень надеюсь, что мне это удаст. Мне кажется, как-то раз их пробовала использовать как бронзер, но это было довольно давно. И сейчас эта идея уже не кажется мне стуродачной. Учитывая, что у меня кожа очень холодного оттенка, эти румяна все-таки бронзовые, они очень теплые, смотрятся довольно рыжими на моей коже. Ну ладно, по крайней мере, я попробовала. Пришел муж и затребовал еды, так что я его покормила и вернулась к вам. Слишком много информации. Я знаю. Так, на чем мы остановились? Кстати, я провела час у плиты. Смотрите, мой тональный крем практически не начал блестеть. То есть, я еще раз хочу сказать, что эта пудра работает. Это просто супер. Потому что я все приписываю только ей. Потому что в основном этот вот крем Ревлон, я его уже пару раз пробовала, он блестит как... Так, контуринг румянами, которые слишком рыжи. В принципе, если их растушевать, то не так плохо, но все-таки... Все-таки не очень. Ну то есть, на попробах нормально, но больше я, вероятно, этим пользоваться не буду в качестве контуринга. По крайней мере, пока и такая светлая. Так. Ах да. Ресницы. Вот на чем мы остановились. У меня тушь Max Factor Masterpiece Transform. Я ее вполне себе люблю. Кстати, я снимала на нее обзор и ругала кисточку. Вот сейчас, в принципе, она подсохла, и ей стало легче пользоваться. Она вообще перестала отпечатываться. И наносится она полегче. Но кисточка все равно довольно дурацкая. То есть, ей можно наносить, если постараться, но... Но, скажем так, по сравнению с обычными кисточками, я не вижу особой причины было делать вот это. Теперь я беру щипчики и закручиваю верхние реснички. И наношу тушь на верхние реснички. В целом, тушь, опять же, хорошая. И формула хорошая. Стоянная в один слой дает довольно-таки ощутимые ресницы. Дальше брови. Я беру карандашик Rimmel оттенка 001 Duck Brown. Вы его уже видели в видео. Собирайтесь со мной про первые впечатления. И он продолжает мне нравиться. Ах, да, кстати, родинка. Так, вроде нормально. Дальше я их фиксирую. Я решила чаще пользоваться фиксирующими гелями. Это Vivienne Sabo Fixateur. Потому что, я вам уже рассказываю, я сейчас брови отращиваю. И теперь у меня намного больше волос. В смысле, они гуще, больше волосков, они куда-то торчат. И поэтому я нуждаюсь в том, чтобы их как-то причесывать и заставлять лежать примерно в одном направлении, чтобы они не торчали всюду. Мне кажется, я в первый раз в видео укладываю брови гелем. Так что скажу, что в принципе он неплох. То есть он их склеивает. Но я имею в виду, любой склеивает. Ну и укладывает так вполне нормально. Так, теперь остатки лица. Остатки лица. Так, ладно. Это хайлайтер от Sherry Mochie. Точнее, на самом деле это праймер. Но он настолько блестящий, что я беру совсем чуть-чуть и использую как хайлайтер. Потому что как праймер его использовать невозможно. Потому что, во-первых, он очень мерцает. И, соответственно, тональное средство... Вы же делаете, что оно будет мерцать и будет кожей, как у Диты фон Тис. На самом деле оно как-то слишком сильно блестит. Оно тут же становится жирным. И я бы сказала, что тональный крем держится намного хуже, чем в принципе без вот этого так называемого праймера. Поэтому я приспособила его как смогла и наношу его в качестве хайлайтера. Румешки я беру Vivienne Sabatinka 11. Вот этот вот розовый цвет. Он очень тёплый и он прекрасно дополнит наш с вами сегодняшний макияж. Мне, в принципе, очень нравится эта палетка румяна. Они какие-то очень удачные. Они довольно пигментированы. В то же время они довольно хорошо растушевываются. И оба эти цвета, несмотря на то, что они оба очень тёплые, у меня типа аж довольно холодные, тем не менее мне очень нравится, как оба эти цвета на мне смотрятся. Поэтому... Ну и опять же так, это Vivienne Sabatinka 11. Они как-то очень-очень мало. И, наконец, самое интересное. Это губы. Во-первых, я беру карандаш Artvisage оттенка 247. Вы его видели. Опять же, собираетесь со мной с новой косметикой. И он мне просто очень понравился. Так, и следующая эта помада, которая была мне прислана вместе с этим карандашом, это увлажняющая помада Artvisage оттенок 16. И это идеальное сочетание. Это два цвета, которые просто созданы друг для друга. Они идеально сочетаются. Это просто тон в тон. Чему я не сравненно рада. И эта помада шикарная. Смотрите, как она хорошо нанеслась. Почти в первый же слой она дает очень яркий цвет. И цвет, в принципе, такой сочный, красивый. Это увлажняющая помада, то есть она не сушит губы. Я ее носила вчера. Я устраивала тест-драйв вот этому карандашу и этой помаде. Я их приносила весь день. Я была в гостях у подружек. Мы поели, а потом моя подруга мне говорит, у тебя какой-то маркер для губ, потому что цвет на месте. Я говорю, нет, это помада Artvisage, потому что она пережила со мной ужин. Чем очень-очень меня впечатлило. Цвет, насколько я помню, я смотрела на сайте, мне кажется, он называется настоящий красный. Если он так не называется, то его нужно так назвать, потому что это настоящий красный. Это вот красный, про который я думаю, когда думаю, макияж в стиле звезд Голливуда 50-х годов. Вот этот цвет. Этот цвет приходит мне в голову, потому что это идеальный красный. Это идеальный классический красный. Так что я им очень довольна. Он очень устойчивый. При этом он увлажняет и не сушит губы. Я вчера в Инстаграм выкладывала фотографию вот с этими крошками на губах. И она собрала какое-то нереальное для меня количество лайков, в общем. И вы, ребята, меня спрашивали, будет ли какой-то обзор на них. Я не знаю, насколько можно сделать обзор на карандаш и помаду. Если вам будет интересно, напишите мне и с удовольствием сниму, потому что мне кажется, они стоят отдельного обзора. Но в остальном я решила, что хотя бы в видео вам расскажу, нанесу, покажу и расскажу, что это просто супер две крошки. Так что вот макияж, который у нас получился. Так, и это все с лицом. А теперь я расскажу немножко про то, что у меня на голове, потому что мне кажется, что это довольно важно. Потому что это видео, собирайтесь со мной. И, в принципе, это то, про что я вам очень хочу рассказать. Это вот эти сейчас модные штуки. У меня от Ravente. Curl & Style, Conical Barrel. Вот такая коробка. Это средство для укладки кудряшек, которым пользуется каждая бьюти-блогерша и ее собака. Потому что оно есть у всех, все это хвалят. И, в общем, я тоже им пользуюсь. Я пользовалась ей в пятый раз уже. То есть у меня есть некоторый опыт общения с этой вещью. И вот то, что вы видите у меня на голове, это как бы самый хороший результат, который мне удалось не добиться за все то время, что я ее использую. Да. Настолько плохо. То есть, во-первых, я провожу в ванной вот с этой штукой в руках минут 40 или 50. Это очень долго. У меня отсыхает рука. Мои волосы нагреваются до 120 градусов. Что мне кажется не очень хорошо. При этом половина не укладывается в этой серии. Оно обязательно где-нибудь торчит. Какую-то прядь обязательно вы пропустите. Просто потому, что невозможно их уложить все. Во-вторых, какая-то, например, супер-мега завьется и будет вот такой. Что-то не завьется. Что-то... Вот половина прядей завиваются и тут же распрямляются. Половина распрямляется в процессе. К вечеру их не останется в принципе. То есть, останется вот, наверное, вот эта вот такая завитая. Еще где-нибудь какая-нибудь завитушка. Все остальное будет просто тупо лежать. В общем, это для меня очень неудачное средство. Я сниму на него отдельный обзор. Просто потому, что это та вещь, про которую говорят сейчас абсолютно все бьюти-блогеры. Все в полном восторге. И я просто хочу дать какую-то свою оценку этому. Я не самый рукастый человек в плане укладки волос. И если, например, вот есть такие же люди, которые не умеют особо укладывать волосы, то я просто хочу их предупредить, что это провал. Потому что смотрите на это. Вот. Я просто хотела рассказать вам. То есть, я с утра помыла голову. Соответственно, я не успевала сделать свои любимые пинкерлы, чтобы сделать нормальные кудри. Поэтому я подумала, ууу, сейчас быстренько воспользуюсь этим и буду нормальнее к видео. И получила вот это, к сожалению. Но в любом случае, я сниму на это отдельный обзор. Надеюсь, что вам было интересно смотреть на мое лицо. Интересно слушать про ту трагедию, которая произошла с волосами. И спасибо вам большое за просмотр. Люблю вас всех. Муа!